Вывели всю технику. На улицах Саратова продолжается комплексная очистка города от снега. Эффективность метода лично проверил глава Саратова. Подробнее в сюжете Екатерина Ковальчук. Количество осадков, выпавших за первые две недели января, рекордно. Как и в предыдущем году, в Саратове проходила комплексная расчистка магистралей и тротуаров от снега. Приводить их в порядок ежедневно выходят сотрудники служб благоустройства города. Горожан заранее предупреждают о перекрытии улиц для проведения снегоуборочных работ. Основной упор на главной магистрали города, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. Но темп расчистки улиц от снега зависит от количества техники, а ее не хватает. Для того, чтобы город содержался в чистоте, и в том числе уборка городских улиц от снега, городу Саратову нужно 3,5 миллиарда рублей, чтобы понимание было. В бюджете на сегодняшний день заложено 800 миллионов. Значит, технике нужно порядка 500-600 единиц для города. Мы имеем 150. Но нужно еще понимать, что мы подкупаем время от времени, когда у нас такая возможность есть. Там, где не может пройти техника, снег убирают вручную. Так, на расчистке участка улицы Мичурина от Радищева до Вольской были задействованы 11 единиц спецтехники. И столько же рабочих. За день отсюда вывезли более 240 кубометров снега. Но основные работы ведутся в ночное время суток, чтобы избежать пробок на дорогах. Убранный снег утилизируют, вывозят на городские полигоны или топят снегоплавильными машинами. Постепенно, говорят городские власти, центральные магистрали от снега очистим. Хуже обстоят дела на придомовых территориях. Здесь попросту не хватает дворников. Нужно приблизительно 600-700 человек. Значит, у нас в городе 150 человек дворников все работает. Опять же, все упирается финансово. Но опять же, я говорю, мы не плачем. Мы говорим о ситуации, которая сегодня есть в финансовом обеспечении в этой части, в этом направлении. Но несмотря на все это, на финансовые проблемы, город сегодня чистится. Очистка крыш от снега и наледи, также уборка придомовой территории, обязанность управляющих компаний. Которые последние зачастую игнорируют. По словам чиновников, с такими домоуправлениями ведется разъяснительная работа. А в ряде случаев к ним могут быть применены административные санкции. Анастасия Куклева, Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.